всем привет вы на канале белая рысь плюс письмо рассказ для канала добрый день канал белая рысь пишет вам иван я хочу рассказать про свою жизнь мне 27 лет у меня жена и двое детей мы живем в частном доме в твери я очень люблю ваш канал там рассказывается правда правда простых людей я понимаю что я не один что мы простые люди еще живы что про нас рассказывают и не замалчивают свои 27 лет я успел жениться завести детей и устать от жизни в 20 лет я бросил все что меня держала в другом городе я не понимал зачем мне нужна профессия в которой я ничего не понимаю я не понимал зачем мне слушать мать вопросах выборов жизни если она сама не образец и не показатель успешности более того я будто чувствовал что она хотела чтобы моя судьба была также разрушена как и ее я был молодой и влюбленный я был счастливы и свободны я переехал в другой город потому что я умел мечтать моя будущая жена к тому моменту родила нашего первого ребенка этот факт сильно бомбил у моей матери она считала что я должен был сначала получить образование устроиться на хорошую работу а потом а я считал что я ничего никому не должен у меня была моя маленькая семья в другом городе я не видел свой путь без нее я переехал и мы зажили молодой и счастливой жизнью я устроился на работу по специальности я успел отучиться в училище и мы зажили семейной жизнью время шло и я понял что моя работа это не то о чем я мечтал а коллеги сущие ублюдки проработав несколько месяцев я сбежал оттуда так развеялся мой миф что работа по специальности приносит счастье через пару месяцев я устроился в интернет-компанию на должность подключенца сначала было трудно но потом я понял что должность очень даже хорошая в день только на чаевых можно было обеспечить себе вторую зарплату более того я начал творить справедливость повышать свою успеваемость справедливость была в том что из-за моих диверсий сервисные инженеры доделывали свою работу а успеваемость была потому что я подключал в таком случае всех через месяц я был первый в команде с рекордно высоким показателем который так никто не смог побить и меня уволили как оказалось что слишком хорошим быть нельзя и я устроился в типографию на ученика машиниста работа не ахти какая но после обучения обещали золотые горы горы я не получил и должность тоже машинисты пропихнули знакомых и кумов а меня перевели в брошюровщики я был подавлен мое стремление быть как все не получалось тому моменту я открыл для себя алкоголь это была достаточно веселая вещь которая позволяла мне вечером отдыхать после работы через год с небольшим я узнал что нашелся мой пропавший дед я был несказанно рад даже несмотря на то как он подло исчез моем сознании всплыли детские картины я сорвался и приехал в деревню я был рад это было как сказка я помог ему наладить хозяйство и уехал через неделю я узнал что он запил я понял что из родственников он никому не нужен я снова сорвался приехал и забрал его мы дали ему комнату в квартире и обеспечили его заботой он вернулся к жизни его накопление хватило чтобы нам решить некоторые наши давние мечты а его пенсия помогала нам не думать о доходах мне осточертела моя работа в типографии я плюнул и ушел я искал чего-то более интересного и хорошо оплачиваемого я хотел чтобы меня ценили как специалиста они как инструмент я искал и не мог найти везде требовали специалисты с дипломами и опытом я не понимал почему меня не брали на работу собеседование со собеседованием то что я хотел ускользало сквозь пальцы деньги кончались и я решил устроиться хоть куда и это куда оказалось макдак вау подумал я американская компания наверное это здорово но американским было только название основной контингент был шкурный из-за поддержку руководства мать родную продадут дерьмовая работа но зато у меня появилось время для самореализации я начал развиваться как специалист работая в маке я понял что только на зарплату не проживешь как многие там стал нести все что не прикручено потом или продавая это или пуская в быт я даже шел на повышение к тому времени у меня родилась дочка я был счастлив а мои розовые очки были подкреплены к тому времени алкоголем проблем в котором я к тому времени не видел я позволял себе иногда просто слить смену найдя оправдание или получил больничный да я шел на повышение и мой товарищ меня просто подставил его потом и повысили в этот момент я понял насколько люди продажные шкурные в вопросах денег проработав еще немного я послал менеджера и просто ушел со смены а потом устроил такую диверсию который директор взвыла трудовую потом прислали пробежав по рынку труда я устроился по знакомству водителям ну как устроился у меня неделя была стажа неоплачиваемого во время которого я осваивал азы грузчика экспедитора стаж у меня был совсем никакой но водить грузовик я научился быстро откатав пару дней я понял что это просто рабство уезжаешь 7 утра а приезжаешь и в девять вечера поесть некогда и абсурд том что я возил еду не дай бог еще что повредиться спишут все к счастью или нет быстро это прекратилось когда на машине отказали тормоза и при прогрузке машина влетела в другую на меня повесили деньги сказать что я был в депрессии ничего не сказать но к тому времени я понял что у нас в россии лучше всего получается кидать людей я просто исчез и самое поразительное я понял потом документов они моих реальных не видели договоров я не заключал они по сути знали только мое имя счастью они меня так и не нашли я не считал должным платить за чужую машину и чужие неисправности твоя рухлядь самый плати когда машина заглохла за 60 километров от города меня также послали теперь настал момент справедливости хотя и тревожный к тому моменту мы с женой скопили немного денег мы купили газель и я занялся грузоперевозками все шло хорошо пока я не потерял контроль над выпивкой и в один момент у меня сломалась машина и денег ее починить совершенно не было зато был кредит я плюнул на все и устроился супермаркет работала была в принципе неплохая и зарплаты хватало к тому моменту мы продали вторую квартиру купили дом я посчитал что я сам смогу сделать в нем все время шло ничего не менялось дальше хуже дед который с нами жил стал чудить и в какой-то момент его просто перестали выпускать на улицу одного к сожалению дальше хуже я работал и ненавидел мир приходя домой и нажирался и пристрастился к наркотикам я не мог жить по-другому мои амбиции были сломлены жизнь становилась кошмаром дед вытворял уму неподдающиеся вещи жена ругалась со мной и по поводу деда и по поводу алкоголя я не знал что делать мне дали жизнь но не дали на нее инструкцию в какой-то момент кошмар был уже каждый день я не хотел жить дед творил ужас я не хотел приходить домой я не мог жить дальше и бездействовать нельзя было очередь в интернат у нас заняло бы несколько лет в этот момент я научился принимать трудные решения важно решение в своей жизни пускай даже страшные и трудные я отвез его назад в деревню и просто оставил я чувствовал себя сволочью и предателем наш последний момент я извинился перед ним а он а он просто простил но его через пару дней определили в больницу а потом в интернат где он через полгода умер к тому моменту мы продали нашу последнюю квартиру и доделали дом она оставшиеся деньги купили оборудование для жены и меня я еще работал но понимал что больше я никогда не буду работать ни единой сволочи я больше никогда не отдам ни минуты своего времени если в 20 лет я не понимал смысла жизни то по прошествии времени познакомившись с миром и его правилами я понял что не я не мои дети больше никогда не будут работать за еду как работал я какой-то момент я просто не пришел на работу мне звонили но я сказал что пусть оставит себе трудовую я занялся своим любимым делом я почувствовал себя свободным однако освободившись от работ остался подарок который мне подарила работа алкоголизм я начал пить клиенты пропали мой мир сконцентрировался на моем алкоголизме я понял что гоняясь за какими-то призраками удачи я потерял главное здоровье через год после реабилитации я налаживаю свою жизнь это трудно воспринимать мир таким какой он есть я начал потихоньку зарабатывать у нас в стране как оказалось проще заработать на помойке чем на работе потому что мусор выкидывают каждый день а вакансии хорошие имени раскидываются а передают своим и только своим к чему я веду мне 27 лет а я как будто был участником какого-то шоу к счастью меня не бросила жена я не умер от белой горячки и сейчас я не пью я хочу обратиться к таким же молодым 20-летним которым я когда-то был если вы не видите своей жизни в учебе и не понимаете зачем она вам нужна бросайте ее она все равно вам ничего не даст заводите семьи только она будет с вами всегда и горе и в радости и любите только ее не идите никогда ни у кого на поводу ни у работодателя не у системы они вам всё равно ничего не дадут а используют и выплюнут если у вас есть связи пользуйтесь ими на работе вы ничего не заработаете спросите вашего работодателя. Сколько вы будете работать? До конца жизни. Это не фильм с концом, а кошмар без остановки. Вы не будете принадлежать себе. Может, как и я, получите зависимость. Зарабатывайте деньги простыми способами, их полно. От перепродажи вещей до сдачи в турсырья. Работайте только на себя. Только вы достойны давать себе работу. И только вы лучше всего оплатите себе труд. Не пейте, не ведитесь на дешевые удовольствия. И не думайте, что мир безработников развалится потому, что не все меня сразу поймут и услышат. А осознав, возможно, будет уже поздно. Я надеюсь, что на нашем поколении этот кошмар кончится. Спасибо. В целях моей безопасности город изменен, как и имя. Жду ваших новых выпусков. Вот такое вот длиннючее письмо. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу услышанного. Как вы относитесь к автору письма. В чем он прав, в чем он не прав. Надеюсь, моя работа заслуживает лайков. Ну и ваших подписок, наверное, тоже. Заранее спасибо. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok